Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 17 октября 2016 года. Вчера в Донецке совершен террористический акт и убит Арсен Павлов, известный командир батальона «Спарта», который является одним из легендарных военачальников Донецкой Народной Республики. Когда враги убивают своего врага в доме, где он живет, подрывая лифт, это называется террористический акт. И в принципе, все, что произошло, сейчас огромное количество информации в социальных сетях, в интернете относительно этого убийства, сделал заявление глава республики. Я хочу остановиться на постинформационном, знаете ли, таком обсуждении, когда не только со стороны украинцев, но и со стороны, например, людей, которые живут и в Крыму, и на Донбассе появляется сообщение вот такого порядка. Знаете, когда формальная логика, она влияет на нравственность. И там сухо, несовершенно не обращая внимание на всю предысторию, рассказывается о том, что Моторола – это приезжий россиянин, и, соответственно, люди, которые приезжают на войну, должны быть готовыми к тому, что могут взорваться мины, снаряды и так далее. И при этом вот такая формальная логика совершенно убирает нравственный момент. А нравственность – это ключевой фактор оценки событий людей. И давайте я предлагаю сегодня вернуться. А, собственно говоря, что произошло на Украине? Что произошло на Украине такого, что, например, Крым ушел из Украины и вернулся в состав Российской Федерации? Что произошло такого на Украине, что Донецк и Луган сказали, нет, мы не будем подчиняться незаконной власти, которая совершила государственный переворот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вот формальные разговоры, что некоторые деятели в социальных сетях говорят, я против того, чтобы иностранцы воевали на территории Украины с той или иной стороны. Казалось бы, формальная логика тут не придраться, но с другой стороны, давайте-ка вспомним и январь и февраль 2014 года, да, давайте вспомним боевиков, которая является и регулярной армией. Таких стран, например, как Польша, Литва, Германия, я не будем забывать, и Соединенные Штаты Америки. Причем нужно о справедливости ради сказать, что Польша, Германия и Литва, да, это страны, которые, безусловно, финансировали палатки на Майдане, и, безусловно, у них есть боевики и были боевики, и они до сих пор финансируют отдельных командиров, но, тем не менее, они не планировали такой сценарий, который примерно с 16 января начал реализовываться на Майдане, когда стало понятно, что Майдан и не туда, и не сюда. В стране совершен государственный переворот. В стране при помощи регулярных войск совершен государственный переворот, который, кстати, имеет признаки иностранной оккупации, и, соответственно, все эти власти, которые пришли, ну, власти в кавычках, которые пришли после этой оккупации государственного переворота, они сразу же начали демонстрировать свое отношение к русскому населению Украины. Чего стоит история с крымскими автобусами под Корсунем? Чего стоят истории? Я уже 2 мая 2014 года Одесса. Не будем забывать 9 мая Мариуполь. Не будем забывать огромное количество сел и населенных пунктов в бывшей Луганской и Донецких республиках, где население вырезается под ноль. Огромное количество безымянных братских могил, где лежат изнасилованные женщины. Тут сразу становится понятно с нравственной точки зрения, что делают русские, которые по своей инициативе и по своей воле приехали защищать русских. И вот этот нравственный фактор, почему-то люди забывают и говорят, что просто идет война, и Россия якобы там участвует. Не участвует там Россия, там участвуют русские люди, которые пришли защищать русских, которых в свою очередь приговорили к смерти через геноцид. Или 2 мая 2014 года в Одессе это не акт геноцида. Или 9 мая в Мариуполе это не акт геноцида. Или все эти безымянные могилы, где лежат девочки, изнасилованные этими боевиками, которые, кстати, там огромное количество украинцев, причем не только из западных областей, но там есть и хорваты, там есть и поляки, там есть литовцы, это люди, которые приехали сюда на сафари. Огромное количество наемников из Канады, об этом уже много кто говорит, да? Огромное количество. Это иностранная интервенция на территории Украины. И что, русские должны сидеть и молчать в две дырочки? Мне кажется, вот этот нравственный вопрос должны все иметь в себе в голове. И глава республики Донецкой, он правильно сказал, что терпение кончилось. И на самом деле, хочу обратить внимание, ни один русский командир, о которых сегодня идет речь, не занимался тем, чтобы в Киеве подрывать лифты с теми или иными оголтелыми садистами и зверьми, которых на самом деле ждет виселица на Козьем болоте в Киеве, на площади независимости. Но, тем не менее, этим никто не занимался. Это террористический акт. И с нравственной точки зрения, мне кажется, это основа основ всех рассуждений. Потому что в такой формальной логике мы очень далеко зайдем. Типа ничего на Украине не произошло. Типа это вот такое вот столкновение. И, соответственно, все уравнены в правах. Отнюдь. Не все уравнены в правах. Хочу коснуться в этом эфире, который, конечно же, настроение у всех подавленное, потому что Моторола – это выдающийся офицер, выдающийся командир, выдающийся воин. Он не зря его люди там и обсуждали, и сейчас будут помнить. Сейчас поднимается много разговоров о том, чтобы увековечить его память. Но хочу отвлечься и вернуться к событиям. В пятницу был праздник Покрова. В городе Орле поставили памятник благоверному царю Николаю Васильевичу IV, которого называют Иван Грозный. Хочу вообще обратить внимание на очень мистическое совпадение, на очень мистические даты. В пятницу на Покрова, на Богоявленской площади поставлен памятник благоверному царю Ивану Грозному, который собирал Русь. Истерика, которая разразилась после этого события во всех средствах массовой информации, количество ток-шоу, вот это обсуждение, которое имело привку, знаете, такого все равно шельмования царя, шутка ли, 500 лет этому царю нет ни одного памятника на территории России. А даже с учетом того, что он представитель старой династии, а пришла буквально через меньше чем век, чуть больше чем полвека пришла новая династия, понятное дело, что политически это было, ну как бы неуместно во времена правления Романовых. Но такое шельмование, которое сейчас раздражается и которое основано на очень спорных фактах, я сейчас на этом подробно остановлюсь, на самом деле с точки зрения государственности российского государства, да, оно вызывает огромное количество вопросов. Вину Грозному ставятся жертвы, связанные с походами на Новгород, на Псков, и в общем-то его называют кровавым, ему ставят в упреки то, что он убивал своих детей, что у него погибло огромное количество жен, а он действительно четыре раза ему давалось разрешение на брак, но это было связано с тем, что его жены умирали, его дети тоже. И вот вся вот эта история, которая разворачивается вокруг фигуры благоверного Ивана IV, мне кажется, требует того, чтобы в обществе, кроме, знаете, вот Википедия опубликовала несколько фактов, Википедия это вообще английский ресурс, Англия в этой истории, вообще все, что связано с Иваном Грозным, это прежде всего с обратной стороны, это Великобритания, это Сити, это Королевский двор, это глобалисты, причем глобалисты Атлантического крыла. А получается, что Россия это, ну как бы исторический на протяжении 500 лет противник именно этой части света. И вот Википедия современная, она даже русскоязычная, она публикует определенные исторические справки, она дает там всевозможные ссылки, сноски. И вся эта информация, она на самом деле не имеет никакого отношения к артефактам. Никто из людей, которые судят исторические факты, никогда не держал в руках ничего, что являлось бы первоисточником. Мы с вами опираемся на пересказы иностранцев, которые уже в правлении Романовых начали курировать историю. Мы опираемся на труды Карамзина, который известный масон, и который, кстати, в частной переписке очень хвалил Ивана Грозного за эффективность его правления. А потом уже, когда писал очередной том своей истории государства российского, в общем-то, диаметрально изменил свои взгляды на противоположное. Огромное количество документов появилось через буквально 100-150 лет, которые давали оценку правлению Ивана Грозного. И мы с вами, вот если с точки зрения, представляем, что мы с вами аналитический центр, и мы с вами берем и просто складываем в стопочку все первоисточники, которые у нас есть. И мы с вами с ужасом обнаружим, что первоисточников-то и нет. Мы имеем дело только с пересказами. Причем с пересказами именно тех людей, потомки которых сегодня хают благоверного Ивана Грозного. Вот я сегодня хочу рассказать небольшой эпизод, коснуться оценки, сделать аналитические оценки, небольшого эпизода, связанного с походом на Новгород. А вообще редакция нашей программы готовит большой часовый материал, связанный вообще с анализом оперативных, информационных, спецопераций, связанных с семьей Ивана Грозного, с убийствами его жен, его детей, кто это делал, кто такой Бомелиус и что такое Гонзейский союз. Такого, мне кажется, материала у нас нет. У нас все базируется на пересказах. А в разведке есть такой метод, который называется анализ косвенных разведпризнаков, когда мы с вами не имеем доступа к непосредственно первоисточникам, но даже путем анализа источников, которые есть в открытом виде, причем сопоставление их по датам, по личностям, по атмосфере, кто гонит, кто, например, нейтрально себя ведет. Мы можем с вами делать текстовый анализ, который, в общем-то, дает основание полагать, куда двигался вектор целей, что является наиболее вероятным. И, понятное дело, для того, чтобы оценивать фигуру Ивана Грозного, нужно обладать четкой фактологией, а что такое Россия того времени, и что такое Гонзейский союз, и что такое Новгород и Псков с точки зрения Гонзейского союза. Вот, кстати, когда было телешоу на канале «Россия. Планета», и только один Проханов сказал, что Новгород входил в Гонзейский союз, никто не расшифровал, а огромное количество людей, которые живут сегодня на территории Российской Федерации, они даже не представляют, что такое Гонзейский союз. А на самом деле мы с вами можем вспомнить, я сейчас дам только короткую справочку, более подробный материал у нас появится в дальнейшем, мы его вывесим у нас в социальных сетях, на наших каналах. Но вкратце давайте остановимся. Дело в том, что XVI век ознаменовался большой раздробленностью многих европейских государств. Германия была раздроблена, Россия была раздроблена, и каждый местный князь, в общем-то, считал, что он имеет право, знаете, такая гордыня была, я тут самый главный. И эта гордыня, она рождалась не только от неправедного воспитания или, скажем, безнравственного воспитания каждого конкретного правителя, а то, что в мире на тот момент была тенденция, она называлась Гонзейский союз. Дело в том, что города, территории, даже некоторые страны, которые подписывали торговое соглашение с Гонзейским союзом, а нужно сказать, что Гонзейский союз вообще-то это первообраз, прообраз нынешнего Европейского союза. Экономическая ситуация строилась таким образом, что портовые города, которые выходили к морю, прежде всего к Балтийскому, а нужно сказать, что Новгород своими речной системой, он действительно выходит в Балтийское море, то есть это даже по водным ресурсам, это Атлантическое крыло глобального предиктора. Так вот, Гонзейский союз устанавливал правило, что любой город, который подписывает соглашение с Гонзейским союзом, он имеет право не платить налоги в государство, на территории которого находится. Он находится как бы в статусе вольного города, фактически под юрисдикцией Гонзейского союза. Да, Гонзейский союз, он имел собственный флот, официальный, под флагом. Основная база находилась в германском городе Любеке. В тот момент, когда славян оттуда изгнали, в общем-то туда будущие гонзейцы и пришли. Но хочу сказать, что такие города были по территории всего Балтийского моря. Практически все портовые города входили в этот союз. И нужно сказать, что страны или корабли, представители других стран, которые не входили в Гонзейское соглашение, их даже не разгружали и не грузили в городах, которые имели гонзейское происхождение. Вот эта вот война, которую вел Иван Грозный-Лимонский за выход к Балтийскому морю, вот эта задача, которую Петр решал, это связано прежде всего с экспансией. Знаете, вот у нас сейчас есть Европейский союз и НАТО, а тогда был Гонзейский союз и Тевтонский орден. И получается ситуация, что задачи, которые решал в то время Иван Грозный, они копейка в копейку совпадают с задачами, которые решал впоследствии русские цари другой династии, которые мы с вами сегодня решаем. То есть получается игра в четыре руки. Кроме того, что у Гонзейского союза, который базировался на городах и который исповедовал философию, чтобы в мире не было государств, ничего не напоминает, да? А у нас новый мировой порядок, который мы с вами обсуждаем, он связан на этой идеологии. Чтобы не было в мире государств, чтобы все территории управлялись транснациональными корпорациями, без обязательств по отношению к слабым, сирым детям, старикам, чтобы только выгода была, ну, как бы во главе всего. И получается, что Гонзейский союз – это транснациональная корпорация того времени, которая экспонсировала все портовые ресурсные берега, а нужно сказать, что мореходство тогда с точки зрения экономики было самым дешевым способом логистики, доставки грузов. И получалось так, что русское государство, которое находилось в раздробленном состоянии и которое нужно было собирать, вдруг столкнулось с жестким сопротивлением со стороны Гонзейского союза. Причем, ведь историю все прекрасно понимали. Это русская земля, здесь живут русские люди, но те люди, которые, например, были купцами в Новгороде, в Пскове, которых мы сегодня назвали бы либералами, это те люди, у которых ценности заканчиваются на уровне кошелька, а все, что выше, просто отсечено из сознания. То есть люди рассуждают личной выгодой. Когда посадская чиновница в городе Новгороде выступила с речью на вечевом поле, вот взять текст ее выступления и посмотреть, да это вот в чистом виде, как не Явлинский, так еще какой-нибудь либерал. То есть Новгород, свободный город, мы хотим жить в свободном городе, мы не хотим платить налоги. Какое государство? Государство это атовизм, оно совершенно не нужно, нам и так хорошо. И получается так, что с точки зрения северных рубежей, выхода к Балтийскому морю, это было основное препятствие, которое препятствовало собиранию русских земель. Я опущу заслуги, великие заслуги царя Ивана IV, который действительно за свое управление собрал территорию, даже превышающую всю Западную Европу, под один центр концентрации управления, это город Москва. Это безусловная заслуга государя, которая стоит того, чтобы мы потомки вот того русского государства, это чтили и как минимум отдавали дань уважения. Я хочу обратить внимание именно на то, что царь в то время, хочу обратить внимание еще на принципиальнейший момент, при царе Иване Грозном на территории Руси не было рабства. Это ключевой элемент, ключевой момент вообще нравственных оценок. Вся Западная Европа была под феодализмом, там люди не ценились, вообще человеческая жизнь не стоила ничего, а свод законов, которые написал сам Иван Грозный, который их редактировал, человеческая жизнь ставилась во главу угла. При том, при этом, количество казненных по разным преступлениям, причем очень тяжким, особенно связанным с предательством интересов государства, это называется предательство Родины, а мы помним, что и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, этот развод преступления особо классифицировался в уголовных кодексах, и в общем-то делать вид, что, ай-яй-яй, какая жестокость, несмотря на то, что такое предательство, как правило, связана с гибелью огромного количества граждан этой страны, в общем-то не стоит. Царь Иоанн IV исполнял свою миссию государя очень добросовестно, очень скурпулезно, и достиг на этом поприще колоссальных успехов. То, что его правление ознаменовалось резким усилением России, в то время, когда на другом конце европейского континента, Великобритания, ну, как бы царица Мария, и так далее, и так далее, она уже присматривалась к тому, чтобы прибирать будущие колонии свои, вот это состязание между двумя центрами концентрации управления, Лондоном и Сити. Сити — это один из городов Гонзейского союза. Кстати, по законодательству до сих пор, по их законодательству, которое они распространяли на все портовые города, английская королева до сих пор не имеет права входа на территорию Сити без согласования с мэром города Сити. То есть это право Гонзейское, оно, кстати, до сих пор сохраняется как атовизм. Кстати, Новгород по своему названию, это такой же Нью-Йорк, это такие же города, которые учреждали торговцы, купцы, которым во главе угла стоит только прибыль любой ценой, а все остальное — это разговоры в пользу приезжих. И получается, что Новгород в том состоянии, его называют республикой, его называют русской республикой, но на этом, на самом деле, этот город всего лишь навсего, я вам скажу, ничем не отличался, например, от генуэзских крепостей, в которых, в общем-то, находились, или рядом с ними находились невольничьи рынки. Пираты там тоже точно так же процветали, они занимались торговлей людьми, они занимались разными другими вещами. Это примерно так же, как, например, пиратская республика на Тартуге в Карибском море, ну, буквально в тот же период времени, ну, на сто лет попозже, да. И получается ситуация, что для того, для того, чтобы уничтожить на своей территории невольничьи рынки, для того, чтобы навести порядок на своих территориях, который, порядок этот, нарушается Гонзейской республикой, находящейся на территории города Новгорода, естественно, государь принял действие на шестом приоритете и, кстати, обошелся намного меньшими жертвами, если их сравнивать, например, с жертвами, которые в это время делали европейские государства. Там человеческая жизнь не стоила ничего. Варфоломеевская ночь это, ну, вот типичный пример сравнения. За все правление Ивана Грозного количество казненных не превышало четырех с половиной тысяч человек. Причем, с каждым делом государь разбирался лично. Все виновные в тяжких преступлениях привозились в Москву и они проходили личный допрос государя, который взвешивал на весах, как правильно поступить. При этом не будем забывать основной элемент вот этой вот истории, который умалчивается во всех комментариях. Рюриков вывели, их уморили при помощи мышьяка с ртутью. Каждая жена, их четыре было, да, каждая жена Ивана Грозного была умерщлена. Его дети, которых, кстати, от первого брака было очень много, выжили только двое и то ненадолго. Английский двор снабжал русский двор всевозможными агентами своей спецслужбы, которая впоследствии стала называться «Ми-6». Вообще, вот эта история, связанная с присутствием всевозможных знахарей, всевозможных лекарей, советников, вот эта история, связанная с тем, что было предложение породниться роду Рюриков с домом английской королевы. Вот эти все истории, они стоят того, чтобы сделать роман хороший роман, или снять художественный фильм для того, чтобы развенчать все мифы 500 прошедших лет, которые маскируют реальное состояние вещей. Ненормально, когда у нас в стране 500 лет ведущий государь, который собрал земли и, собственно говоря, заложил основы не только территориальные, но основы земства, основы законодательные, основы устройства жизни, которые даже заправление дома Романовых, 300-летней, в общем-то, не сильно изменилось, кроме разве что крепостного права, которое они насадили по команде того же Гонзейского союза. Вообще, представительство, вот история России с этой точки зрения, если понимать аналогии с современным временем, если понимать реалии того времени, то тогда получается, что мы являемся очень-очень плохими наследниками. У нас только сейчас, в пятницу, на Покрова, на Богоявленской площади, в городе Орел, который является сакральным символом нашего герба, появился памятник к государю, который, собственно говоря, во многом Россию и собрал. И вот эти вот мистические элементы, которые на самом деле очень многими замалчиваются, особенно наследниками того же Гонзейского союза. Вот видите человека, который просто гонит на государя, да? Так вы просто понимаете, что это наследники, даже часто по роду, тех людей, которые были представителями Гонзейского союза и которых на флаге или у их пиратов метла была на мачтах, да? Они выметали элиту из тех городов, которые не наклонялись к Гонзейскому союзу. Так вот, это потомки тех самых людей, у которых прибыль превыше всего. А все, что связано с государством, с воспроизводством населения, с тем, чтобы простые люди жили хорошо, для них это пустой звук. Кстати, хочу сказать, что такое же давление информационное, а у нас программа информационная война, так чисто справочка, оно всегда ведется против тех правителей, которые давили бояр и делали более-менее условия для жизни простого народа. Все, что наоборот, а нужно сказать, что Петр Первый у нас человек, который руки в крови замочил, ну, повыше локтя, да, и он бояр-то не давил, он своих привез, то еще и с Западной Европы, тем не менее, к нему отношение не такое, как к Ивану Грозному. Вот эти вот вопросы, мне кажется, сегодня, ну, буквально через три дня, на третий день после установления памятника на Покрова, мне кажется, нужно задать всем гражданам Российской Федерации, которые себя соотносят с русским проектом и которые считают себя наследниками всей русской державности. Это, мне кажется, принципиальнейший вопрос на сегодняшний день, который мы с вами можем обсудить. Хочу сказать, что в среду у нас будет скайп-включение, у нас будет очень интересный гость. Программа «Информационная война» продолжает движение по всем нашим проектам, и скайп-включение это один из ключевых. Встретимся с вами в среду. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова